Московский областной центр охраны материнства и детства открыл свои двери перед будущими врачами. Ученики медицинского класса 16-й гимназии посетили детский стационар и ознакомились с работой нескольких отделений. Экскурсию сопровождала Луиза Язарян. Знакомство юных гостей с детской больницы началось с неврологического отделения, самого большого по своей мощности в Московской области. Оно рассчитано на 45 коек и оказывает помощь маленьким пациентам с неврологическими и психиатрическими отклонениями. Что такое неврология, вы понимаете, да? Когда у детей возникают судороги, нужно разбираться, почему они возникли. Когда у человека не работает какая-то рука или нога не двигается. Следующая остановка – отделение педиатрии. Ученица 10-го МКарина Бурдужа мечтает оказаться здесь уже не в качестве гостя, а в качестве врача. Любит детей и хочет помогать им быть здоровыми. Это достаточно тяжелая профессия, которая не каждому, наверное, дается. Путь достаточно будет тяжелым, но я уже примерно представляю, на что мне придется пойти, чтобы прийти к своей поставленной цели мною. Единственный в Подмосковье детский ожоговый центр больше всего впечатлил школьников. Врачи не просто рассказали о работе отделения, но и дали возможность пообщаться с пациентами. И подробно разобрали каждый случай. Тот кипяток, который на спину взрослого попадет, попадает на переднюю поверхность предплечья. Например, ребенка вызывает третьей степени ожог. Глубокий. Из сегодняшней экскурсии я узнал то, что это самая большая больница в Московской области, которая работает во все направленности. То есть тут большое количество отделений. И если у тебя какие-то проблемы, то ты можешь обратиться сюда, тебе точно помогут. А что больше всего удивило, это врачи. То есть очень такой хороший персонал, который специалисты своего дела. В медицинских классах 16-й гимназии занимается более 50 детей. Они не только углубленно изучают химию, биологию, но и периодически посещают медицинские учреждения. Такая практика помогает будущим выпускникам еще раз убедиться в своем выборе до поступления в ВУЗ. Мы ходили несколько лет назад тоже в родильный дом. У нас была такая практика. И выпускники тех лет, которые посетили поликлиники, посетили больницы, они все поступили в медицинские ВУЗы. И уже некоторые закончили и стали врачами. Бывают и такие, которые потом меняют свое направление. Среди них даже есть те, которые пошли в педагогику. Но среди этих 12 детей таких точно нет. Визит в больницу укрепил желание носить белый халат и гордое звание врача. Добро пожаловать. Учитесь на пятерке. Приходите. Уиза Игязарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.